девочки мальчики я вас приветствую на основных каналах нейро ведьмы сегодня будем говорить про повороты нашей судьбы может правда что-то у кого-то повернется посмотрим предпосылки на эти повороты посмотрим стоит ли нам что-то ждать глобального или не стоит что-то ждать глобальное посмотрим такой занятия энергетическое соотношение потому что понятно что на любые изменения нам нужна энергия мы либо как бы копим 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 да как в определенных резервуарах внутри и потом на прорыве у нас мы что-то совершиться или может быть это через намерение что у нас есть намерения на изменение нашей судьбы ну вот и посмотрим можно ли это сделать как-то экологичнее или все что сейчас происходит это уже на отрицательно накопленным потенциале ладно полу посмотрим что-то у нас происходит пока даже не знаю как выстроить расклад единственное что беру темноту и света потому что мне нравится как говорит колода на данный момент это самая такая лаконичная самая такая универсальная для меня колода которая отлично работает и на отношения там и на политику и на стратегические сессии и вообще ночь крутая вот бесконечно благодарны и потому что психологические травмы тоже на ура она все это любит рассмотреть посмотрим что же нам даст ее прочтение но мое прочтение до темноты света так хорошо а первый камешек синий второй камешек у нас чуть не сказал салатовый представлять свет забыла что морская бирза да это у нас цвет тиф и мятный до мятный камешек и 3 камешек у нас такой черепаха вы немножко загадывайте свой вариант дам вам немножко времени ну что же готовы к поворотам судьбы в инфобоксе время начала вашего видео а если все-таки страшно что будут какие-то повороты и вы с этим не справитесь на здесь поддерживающий проект старший младший арканы вот приходите и там действительно вам станет намного легче переживать поворот судьбы там хорошая такая поддержка терапевтическая психологическая и эзотерическая волком ну что первый вариант здрасте первый вариант что-то у нас какой этот потенциал то накопили сейчас на данный момент как мы тут подходим к стратегическим изменениям нашей судьбы это ж только кажется что все спонтанно послушайте ну мне вообще кажется что по сути ничего спонтанного не дала сбывает импульсные поступки да у нас бывает просто как-то хаотичная там резко принятое решение кажется что спонтанно но при этом как бы ну вполне возможно что мы достаточно давно готовили для этого почву ну что ж одной картой насколько сейчас вы вообще в потенциале про изменения в какой сфере чего они могут касаться да как может развернуться там ваша судьба на это посмотрим ну чуть позже вот пока потенциал на изменение ну давайте так я не буду переворачивать карты хотя себя еще сейчас привернулась как бы ребята то что вы такие крутые у вас тут маг да посмотрите потенциал на изменения все ваших руках там успешный успех и и такое все но сама по себе перевернута карта мага это тогда когда мы вроде понимаем что мы все можем но при этом не видим возможности давайте уж объективно да где-то мы потеряли управление своей жизнью да где-то мы потеряли ориентиры чем мы на самом деле хотим и вот ощущение что а в добрых волшебниках мы сильно разуверились может быть мы долгое время вот эти вот создавали там зона комфорта чудеса там другим людям да не все это прям принимали как данная дата требовали добавки где-то мы очень сильно под не стащились что у нас происходит мы сейчас пытаемся торговаться торговаться собой с пространством с мирозданкой вот но такое ощущение что нас как будто есть некий запрет на торги ощущение что вот это вот давит немножко установка что применит как это сказать принимая все как должное там смирись или плыви по течению но мы прекрасно понимаем что настал момент когда мы больше не можем плыть по течению но как бы наши установки говорят о том что видимо если ты не плывешь по течению да да ты рискуешь что видимо башку удариться об скалу острый вот это хочу сказать слушайте с одной той стороны мы конечно потенциал мага накопили а с другой стороны мы не понимаю что с этим делать то есть нам даются возможности нам даются ресурсы а а мы имеем салют не пользуемся я знаю про себя что у меня возникает элементы там пассивной агрессии когда я вижу что у человека дофига вообще возможности ресурсов а он предпочитает ныть потому что его ныть и а это на самом деле просто свет ну как бы способ чтобы мы подстелили салон куда ему легче было выходить как бы зоны комфорта я понимаю что мы иногда то можем там что-то расслабиться и принять свою слабость но когда у тебя ныть ее как образ жизни я стараюсь такими людьми не общаться потому что это это очень энергозатратно и ты понимаешь что обратную связь ты получишь максимум такую что а твои методы не работает для тебя вообще ничего никогда не будет работать и раньше вот есть у меня было какое-то внутреннее чувство вины в первую очередь по отношению к себе что я на таких людей трачу время на сейчас видимо это еще пока не проработанный момент потому что все таки еще выливается в какую-то пассивную агрессию это исключительно на себя это момент на же аута агрессия когда я вот вот этим ныть и ко мне общаюсь вот может потому что сама себе не как бы не сильно не позволяя нытьей и максу мою наклюнуть ему что он вливаться в какие-то болячки психосоматические потому что бы ныть как бы нельзя как это знаете когда ты платишь ты некрасивый вылез такие установки просто а мы сейчас познакомимся с энергией пажа кубков младших арканов поэтому в принципе на расклады такие на проработку больше внутреннего ребенка на потерю ощущение чуда может быть на то что вот с одной стороны ты понимаешь что у тебя как это сказать при одинаковых как бы водные да у кого-то получается крутая судьба и крутые виражи которые запрасывают исключительно вверх а у нас как короче все исключительно вниз вот пожалуйста перевернутый маг на самом деле я очень сильно боюсь брать ответственность за свою жизнь а те с другой стороны кажется что я гипер ответственный потому что я много на себе тащу и много работаю но вот тут вот я сейчас объясню почему про безответственность потому что если пересмотреть например твою эту модель там до зарабатывание денег то можно как бы посмотреть что ты много тащишь много работаешь потому что ты себе не разрешаешь совсем другие варианты для тебя они слишком легкие это читерство это неправильный подход и так далее да и когда ты сталкиваешься с этим ты понимаешь вообще что блин ну а дело-то во мне на самом деле дело-то во мне а как-то вот это признавать не очень хочется ладно давайте почему маг перевернулся то есть на самом деле может нам действительно не хватает ресурсов может мы на в дисбалансе с одной стихии потому что мы же понимаем что мог управлять всеми стихиями давайте что у нас там происходит дисбаланс есть карта умеренности перевернута да мы ждем какой-то прорыв при этом смотрите как бы арканы они старшие я могу сказать что может быть вы действительно прошли куда достаточно классный путь замотивированные но до нельзя до какой-то идеи а потом как бы получается что вот эта идея на на самом деле вот как-то ментально тебя выпотрошила да потому что ты понимаешь что нужно вроде бы больше либо не твоя либо ты у тебя просто уже нет сил ну вот этой идеи к этой цели там ползти идти и так далее но признать что ты выпотрошен на самом деле собственной там не реализации в том направлении который тебе нужно ну понятно что это крайне сложно но мы тут выпотрошены да конечно мы не можем смириться что мы можем жить обычную жизнь хорошо давайте так что для нас жить обычной жизнь давайте что для нас жить обычной жизни это как наши предки это как наша мама с папой условно да а это тогда когда нас традиционной ценности может шестерка кубков и знаете такое ощущение что когда-то мне было проще мне было понять не потому что мне было меньше ответственности сейчас у меня ответственности больше я понимаю что многое зависит как бы от меня да я этого хотел но я сейчас это не тяну у меня ощущение что он просто катастрофически не хватает поддержки ладно мы сейчас посмотрим по разным сферам что же у вас происходит сейчас будем собирать пазл для вас как всегда заменил вам там 10 сеансов по ходу психологов ну честно говоря не совсем иногда понимаю зачем я это делаю потому что хочется это конечно чтобы было больше осознанных людей как бы было бы это какое-то мое эгоистичное что вот я просто хочу работать с осознанными я хочу буду про то окружение где мне комфортно говорит на том языке на котором я привыкла да я пока на самом деле очень сильно огорчаюсь когда ощущение что люди просто получили полезную информацию прошли дальше ну да я немножко могу считать себя это плане бесценено это моя личная шестерка кубков потому что я понимаю что я туда уже не вернусь на в привычный формат понимаете что происходит то есть по сути как бы нас откинуло уже на уровне и за кого-то выше кого-то ниже у кого-то еще перпендикулярно и мы пока либо не справляемся вот эта ситуация что не тянем и запутались это все кто я да тут это ощущение что мы еще немножко запутались собственном позиционирование по отношению к миру и все его где-то на вершине даже на своей личной вершине не важно там какой у других людей верест у вас лично вы здесь на вершине вы не знаете что делать вас до определенный потолок высшего не пробивать сейчас посмотрю почему ну давайте так где-то вы пытались нарушить законы мироздания да потому что старше все-таки арканы перевернуты старшие арканы где-то вы абсолютно с уж теперь переворачивается ваше мировоззрение ваше представление о себе понимаете ваше представление ощущение скорее всего появляется что может быть о чем-то не хочется говорить или не хочется кого-то посвящать свои планы потому что вы можете ловить такую фразу серии что не высовывайся там тебя слишком много да или слишком уж ты несешь ответственность за изменение других людей то есть вот такой понимаете момент что нельзя быть лучше нельзя быть круче нельзя быть выше он нас присутствует и скорее всего наша шестерка кубков нам подсказывает откуда лапки растут да а лапки как раз растут скорее всего из каких-то детских историй абсолютно вот он абсолютные запреты которые мы получили в наше видимо более раннее существование четверка жезлов четверка жезлов знаете в шестерке кубков это совокупность о том что ты же хорошая или ты же хорошие да а собственно помогая людям и вот это вот прям позиция что мир добро жвачка вот и тогда все будет хорошо но мы сталкиваемся с тем что сколько как бы не помогает до или там не помогая например там себе через людей или как-никак понимаете вот эта история она еще как-то связана с вашим воспитанием потому что обратите внимание четверка жезлов это про закрыто окно в мир понимаете с одной той стороны и вот поэтому я очень люблю это колода на офигенно метафоричная мне кстати вот и глубина не открывалась раньше видимо там какие-то это я тоже в себе починила шестеренки и вот смотрите по сути как бы шестерка кубков до четверка жезлов это наши эмоциональные эмоциональные переживания да и как бы в совокупности с одной той стороны ну про прорыв а где мы здесь видим прорыв этой всей истории вырастить цветы как бы над так у нас окно закрыто понимаете с одной той стороны ну конечно про весну она там про обновление цикла и может кстати я вам могу так сказать вас какой-то очень прям сакральное число 11 если все-таки вы будете задавать вопрос про изменения своей судьбы это в течение 11 месяцев до и что-то важное может произойти там течение там 11 лунных циклов принять и 11 дней вот это вот как по числу в совокупности вот это 11 она очень сильно вас прям чувствуются но все-таки смотрите какие у нас сильные запреты на нашу четверку жезлов не высовывайся самый ключевой момент то есть ощущение что вроде как пришло время до для поворота судьбы высунуться все таки это в окно там да а мы сидим как вот эта принцесса которая все дракона ждет хотя на самом деле она дракон давайте ваш страх высовываться к чему приводит ну давайте так почему приходит страх высовываться у меня ощущение что вы постоянно доказываете свое место под солнцем вы реально уже задолбались это делать девятка жезлов который предполагает еще чуть-чуть еще рывок как бы все будет классно мы же прекрасно понимаем что после девятки да это десятка и по сути на самом деле как девятка то нам дает энергия но ощущение что все-таки не в коня корм понимаете это вот эти вот 9 жезлов когда мы условно как бы отразили одну атаку но атака будет следующий не факт что вас будет победа ребят потому что я даже не знаю вообще кто вам что завещал вообще по каким учебникам вы учились если девятка жезлов предполагает победы нифига она при предполагать всегда переход на следующий этап собственно все девятки да и переход на следующий этап он все равно как бы вот это по сути конечная часть пути если восьмерки это подарок силы условно абсолютно во всех на мастях просто в зависимости видимо как бы ну от того какую конкретно силу мы получаем в какой масте вот пожалуйста вот у нас вот на самом деле идет то получение под ну какой-то силы и мы ее получили уже она нас есть но мы только не понимаем что с этим делать поэтому девятка жезлов поэтому мы пока учимся поэтому мы пока видимо отстаиваем себя мы показываем что мы там что-то достойны там место под солнцем ищем свое давайте чьи же атаки мы так активно отражаем получается что как только вы высунулись до вас так засунусь обратно чьи же атаки мы отражаем позитивно настроенных людей понятно знаете как че атаки отражаем наверное а я так почитаю пятерку кубков перевернутую в негативном аспекте да как мы тут закручиваем себя отражаем а атаки феерических жизнерадостных кретинов может быть про вот этот позитивный позитив про успешный успех и вот это вот ощущение вот этой внутренней борьбы она немножко про здравомыслие до адекватность и капельку цинизма и как-никак как бы сказать что у вас сейчас благостный настрой там незам питающим солнцем будет все хорошо там ешь прану и так далее да и как бы ничего тебе там не нужно там в твоей картины мира денег нет они тебе не нужны ты там духовное существо там или бог там и тебе позаботиться у вас такого нет поэтому сейчас вы вот не подходите к такому знаете периоду жизни когда может быть себе немножко будете напоминать вот этого гринча помните который про рождество но там как всегда знаете такая как бы мораль что он тут это как сайт на самом деле всегда хотел до коммуникации с миром но просто вот не принимал видимо свою природу и думаешь мне там его не примут так ну короче вот эта вся история дата со время просто его не приняли короче социум поэтому он потом решил этот этому социуму сделать больно мы здесь не боимся делать социуму больно мы знаете вот как со стороны и смотрим на происходящее с одной стороны конечно это зрелость может быть мудрость вот но может быть это же еще про то что мы сами воздвигаем дополнительные стены то есть никто по сути не вламывается наши личные границы мы например все воспринимаем как пассивную агрессию или допустим там мужчина оказывает комплимент какой-то просто комплимент а мы это воспринимаем как харассмент то есть по сути как бы поскольку наши личные границы были разломаны они были разломаны еще в детстве да там там воспитание может просто как это ранее юность может еще эта история вот мы их как нам кажется восстановили но еще не не окончательно потому что все-таки мы внутри очень слабые да и на вот эта защита необходима но признает что нам нужна вот эта защита нет и мы поэтому как бы через вот эту пассивную агрессию на будем встречать на себя какую-то волну непонимания раздражения мы не хотим чтобы нас понимали абсолютно не хотим зачем нам это надо и вот по сути как бы это наша картина мира да вот мы так живем как мы вообще сами в этом все слушайте вы то ли ничего не хотите то ли реально прямо в одну точку бьетесь головой да но перевернутая а двойка жезлов это что это тогда когда раньше лучше было или тогда когда мы пытаемся отказаться от собс от прошлого опыта дойти во что-то новое но при этом обесцениваем свой прошлый опыт у меня ощущение что вы чувствуете себя как зверь в клетке зверь в клетке которая реально устал биться да а ему действительно хочется свободы но он сам себя боится на свободе понимает что не умеет управлять вот этой своей природой условно и вот это вот ощущение вот этому очень много пассивной гречи на реально может напоминать которые чаяния смотрите как вот все таки мы пытаемся с одной стороны смириться со своим существованием самимся в чем-то уговорить другой стороны мы пытаемся найти как бы ответ на вопрос ответом на вопрос который касается моего пути могу ли я выйти из сценария да или может быть я уже вышел да ну что по какому там пути идете слушайте вот знаете чего боитесь на самом деле что это не тот как бы портал до который вы себя нарисовали как новая дорога да вам реально кажется что вам на новую дорогу сейчас не хватит энергии это просто перезагрузка это по сути как бы спуститься в подвал и условно до принять свою какую-то вот эти негативные аспекты которые мы отрицаем и на вот этих негативных аспектах двигаться вперед а мы по сути как бы хотим повороту судьбы знаете для чего для того чтобы проявились наши сильные качества но при этом те качества которых мы отрицаем да нам нужно перезагрузку но мы еще пока спрашиваем разрешение явно не у себя а у кого спрашиваю а нам не у кого спросить разрешение но мы тообщимся вот знаете на перекрест да по сути нам надо чтобы нам сказали слушай ну все будет хорошо да вот все реально будет хорошо но то ли у тебя авторитета сейчас нет то ли тебе непонятно что конкретно хорошо поворот судьбы а все-таки крутая колода в проработке картине картин мира и вот я даже знаю кого она любит и вообще да она она реально любит вот людей которые сами себя делают которые сэлф мэйд который четко карабкаются четко добиваются да там ходят в терапию прорабатывать свои травмы реально хотят быть хозяевами своей жизни поэтому темнота свет поэтому очень много теневых аспектов здесь видим европейских торологов сейчас есть челлендж а на любимую колоду декабрьский челлендж вот и многие просто как бы выкладывают свою колоду рассказывает почему конкретно она вот наверное я могу сказать что сейчас это моя самая любимая колода она очень круто она нереально крутая просто сейчас на данный момент времени хорошо подзарядили энергетически среди энергетически ну что давайте смотреть поворот судьбы челку держим курс на духовность так вы в принципе и уже в маге держите что меняется тогда знаете мне всегда сложно читать отшельника потому что у нее у этой карты не однозначно трактовка витрах она ни с чем не сочетается ну вот если вы профессиональный как бы тарологи да она всегда стоит обособлена ее крайне сложно считать с чем-то рядом да то есть каждый раз начинается кого-то натягивание совы на глобус и вот это вот ощущение что мне пора идти или идти вот меня как бы зовет там условно мой путь в медитации кстати на старший аркан и он делал отшельника на сокровище души вот эта история вас ждет что то то что тебе нужно что то что действительно тебе интересно а если все таки мы долгое время в союзе который не приносит нам каких-то плодов помимо детей даже может и детей нет да это как бы карта будет говорить о том что это может быть развод это может быть переезд это может быть действительно как-то смена мировоззрения но это в глобальном смысле сейчас я посмотрю чем лично ваш отшельник знаете такое бывает что там ты сначала в одних отношениях тебе там прямо бьюзи да а в других отношениях тоже там какой-нибудь нарц попадается и ты думаешь нафиг она бы вообще нужно мне может быть сейчас на данный момент времени мне не нужно искать себя в отношениях да потому что может быть мне нужно посмотреть на что-то со стороны на совсем другое вот это понимаете об этом отшельник да отшельник что мы обращаем внимание на себя в первую очередь найдет ли он все таки и там свой путь отшельник наш а на самом деле вы чего-то что-то очень боитесь отпускать до перевернутая карта смерти с одной стороны уже трансформации перешли они внутри происходят понимаете вас да вы может где-то закалились где-то стали сильнее но саму по себе как бы вот эту ситуацию происходящее вообще не принимаете давайте так почему вы боитесь отшельника отшельник перевернутая карта смерти почему боитесь отшельника до каких энергии может не хватает для изменений потому что вам почему-то о чем придется пожертвовать давайте повешенную спать смерть перевернутая мы все никак не можем выйти из вот этого образа жизни жертвы до что мне как бы ничего никто не нужен на самом деле а это не что иное что я просто боюсь страха серьезных отношений потому что это подразумевает партнерство мы на самом деле ни фига не партнера то я вот терапевта недавно говорила я горько приходит большое количество людей девочкой особенно и вот они думают что них венец безбрачия потому что им там что-то сказали сказали вообще что вы вам крайне сложно будет замуж выйти или например там вы эзотерикой хотите увлекаться вот так все вот как замуж не выйти у нас как бы рождается установка но понимаете такая установка рождается потому что она нам удобно бессознательно то совсем же про другое а там бессознательная как бы просто что это страх отношений серьезно у меня был сразу серьезных отношений потому что я боялась разочароваться в мужчине а следовательно в себе естественно понимаете потому что это все взаимосвязанные процессы разочароваться боялась потому что я ну видимо я очаровывался ими вот нет было важно потому что видимо я хотела видеть изначально лучше чем они есть да то есть я их не принимала скорее всего вот что не могут быть не идеальными да это моя как бы больная голова это все творил эти фантазии сумасшедшие понятно что на фоне этого был еще запрос что я могу разочаровать сюда потому что вот когда был период когда там пыталась понравится бы девочка девочка и как вот сейчас я могу расслабиться как бы поймешь мне в первую очередь там воспринимают как личность да вот но это и без пассивные какой-то агрессии когда ты вот реально воспринимаешь ну как бы человека как равного партнера равного тебе понимаете тебе не нужно там чет у них просить подстраиваться где-то манипулировать еще что-то да ты можешь что-то там хитрить там чтобы получить желаемого на этом на какие-то женские качества ты их можете бы понимать либо не принимать Но это не про то, что высшая ипостась твоя условно стать женщиной, женой мужчины-богой, знаете, как в археотипических традициях. И вот поскольку у нас 21 век, а нам всё равно нас ожидает эту всю историю. В патриархальном обществе это, кстати, очень принято, сказать, что женщина обладает определённой властью. Хотя на самом деле никакой власти она по сути не обладает. Она обладает властью, когда она играет по мужским правилам, когда у неё есть свои счета, когда у неё есть безопасность, когда у неё есть контакт с юристом, например, или экономистом и так далее. То есть тогда, когда она максимально включена в жизнь, вот тогда она обладает внутренней свободой. Блин, хоть тиктоки вам начинают записывать, я просто как-то далека от этого, но периодически мне кажется, что это нужно делать в каких-то коротких форматах, так запоминается лучше. А мы всё никак, понимаете, мы не можем расстаться со своими убеждениями, потому что, а, мне кажется, я пойду против своей души. А вы всё в курсе, чего она хочет? А вы держите экзамен, ребята, вот, потому что на самом деле вам возможности дали вот так вот. Не надо мне говорить, что ты в жертве, что у меня всё плохо, где мои деньги, Аня, да, вот я вас смотрю два года, у меня ничего не происходит. Вот это ваш экзамен. Потому что вам дали ресурсы, вам дали возможность смотреть условно как бы два года, то, что действительно реально меняет жизнь. Я как-то зашла в свою болталку и устроила там всем вот так вот, задала вопрос, как Таро меняет ваше качество жизни. Ну, понятно, как бы просто хотела на рефлексию ребят посмотреть. Вот, и я так поняла, что это, слушайте, ну, не все мы не особо интересны темы, что это просто как бы воспринимается как погадать за чашкой кофе, что это какое-то светское времяпрепровождение. Ну, для меня это совсем по-другому. Для меня это абсолютно совершенная, корректирующая, в первую очередь, система, да, которая действительно помогает вообще понять и разобраться в себе. И тут вот, когда тебе реально даётся огромное количество ресурсов, ты их нихрена не используешь, да, их становится реально меньше. Их реально становится меньше. Это, я даже не знаю, может быть, это, конечно, тоже какая-то поляркая установка. Но вы сейчас ощущение, что в это верите, что, может быть, это прячется в бессознательном, да, что вы не можете, по сути, как-то охватить вот эти все ресурсы, которые, по сути, вам дают. Потому что, да, да, это ж менять свою жизнь нужно, это ж нужно быть каким-то другим. Что там, знаешь, энергетическое пространство, оно впускает вообще изменения какие-то? Такое ощущение, что вы не у себя дома, а у себя в гостях. Знаете, прикольно придумать, сказать, я не хозяин своего тела, я в нём гость. Я вот скоро туда вернулся, там, или не скоро, лет через 70. Дай бог, там 85. И здесь такое вот ощущение, знаете, неприятели, там, либо природы своей, либо себя, да. Я в своём теле гость, у меня вот душа такая первичная, а вот это вот то, что я своё тело заставляю страдать, потому что у меня фиговая туча ментального мусора, да, психосоматически, я накопил себе то, что уже тело реально не вывозит, это так нормально, да. Да, там, нам создают, как бы, хрупкое тело, и вот поэтому оно, как бы, страдает. Нифига подобного. Тело, на самом деле, очень сильное. Но оно сильное, когда оно объединено, наша вот эта физическая оболочка, да, с тем, по сути, что внутри, с нашим внутренним стержнем. С внутренним стержнем, я вы, кстати, в 15-м аркане прямо знакомы, рассказывала, что это такое, почему наши желания где-то сбываются, где-то нет. А мы тут, короче, как бедная сиротка Ася, опять у меня вылезла, короче, по первому варианту. Уже и камень вам поменяла, а Аню все равно бедная сирота. Вам почему-то кажется, что вы чужие на этом празднике жизни, да, что в любой момент это все захлопнется. Это любимая категория людей, которые приходят ко мне и говорят, Аня, говорят, на мне крадник, мне дар перекрыли. И прямо, короче, в это все верят. Там деньги сумасшедшие за это отдают. Я такая думаю, блин, слушай, ну вот, если у тебя есть деньги, большие деньги, да, отдавать их на подкрепление вот этих иллюзий, что там на тебе какие-то крадники, где тебе перекрывают дар, ты не думаешь о том, что у тебя просто эти деньги забирают, потому что, по сути, не в коня корму, что они тебе на развитие, да, или там, я не знаю, на починить как-то себя, да, там, ну мало ли на что, то есть по сути нам дается ресурс, да, а мы, короче, просто страдаем какой-то фигней. Ну и, господи, да, у вас может кто-то ваше тело забрать? Ну, только не из области фантастики. Так и так, понимаете, если оно вам принадлежит, как можно ваше вообще забрать? Даже если забрать, условно, вашу обувь, да, если у человека похожий размер, но это, блин, ваша обувь, она, извините меня, с вашим запахом, да, из тотали, как бы вы ее вот индивидуально, согласно там строению позвоночника, как бы вашей там, ну, остеопатическим особенностям, понимаете? Вот это платье, это там пальто с барского плеча, это все очень чувствуется. Одежда из секондов на человеке чувствуется, потому что ощущение, что перед тобой, как будто, знаете, как будто разные люди, когда энергетика смешат. Все чувствуется. Ну, почему-то нам кажется, что придет какой-то злой, понимаете, меня что-то заберет. И плюс мы еще хотим за это и возмездие. Я давно вообще, честно говоря, не хотела говорить на эту тему, потому что все же такие расслабленные, да, у всех же как бы такой прям подъем. А у меня реально накопилось огромное количество такой прям трансформационной, позитивной, я бы даже сказала, такой, знаете, пассивной агрессии. Да, и мне хочется говорить на эти темы, что мы профукиваем шанс. Вы слушайте, как та реальная собачка, которая боится, что дверь закроется, и мы почему-то подсознательно, понимая, что у нас по сути фиговая туча ресурса, боимся, что этот ресурс отнимут. А, кратник мне поставят. А, там что-то еще. Инконкуренты. И вот это вот все. Это, знаете, вот ощущение, что на самом деле мы не понимаем, чем мы обладаем. Это когда ко мне в нейроведьму приходили практики, которые там реально четко на коленке, не на коленке, там пытались, короче, там какой-то ресурс там забрать, четко клиентов там своих найти. Я сначала, конечно, психовала, потому что, думаю, блин, ну это авторские права, это там ребята, которые там приходят на определенную репутацию. Я же не могу отвечать за репутацию других людей, которые пытаются там присоседиться, как бы, к моим там проектам, да? Вот. Что было такое? Я знала, что вот мне там прислали там всякие рассылки, там, короче. А потом, как бы, я поняла, что на самом деле есть моя аудитория, которая придет ко мне, и есть, как бы, аудитория, которым действительно они могут еще куда-то уйти, ну потому что им там комфортно. Ну самое главное просто, чтобы оно моим именем ничего не прикрывалось. Вот здесь вот, слушайте, ровно такая история. Вот чего вы боитесь-то вообще? Что вас могут здесь отнять? Потому что, как-никак, вы почему-то боитесь, ну, как сказать, непозитивных изменений, то есть, да, мы не ждем позитивных изменений, мы боимся негативных. Мы боимся потерять то, что мы имеем. Да, я понимаю, там сейчас такая ситуация в мире, традиционная. Вот. Но, по сути, как бы, если оно все внутри остается, во-первых, оно нарастает обратно, понимаете, на скелет. Скелет же важно, да? На скелет, как бы, мясо нарастает, регенерация сумасшедшая, честно говоря. То есть, тем более, мы там в конфликте условно, как бы, души и тела находимся. Регенерация очень крутая тема. Вот. Почему, как бы, нам кажется, что мы можем что-то безвозвратно потерять, если только сами не хотим, подсознательно это отпустить? Это, знаете, когда, например, мы теряем работу по той причине, что мы просто максимально не выгорели и просто нас уже вперед ногами везут или с нервным срывом. Хотя, да, кажется, что это трагедия, мы работу потеряли. Но, слушайте, для того, чтобы вырасти, иногда действительно, ну, приходится покинуть свою зону комфорта. что очень боитесь, что вот эта зона комфорта, которая вас уже просто ментально изнасиловала, да, она закроется. То есть, по сути, мы как бы боимся, что наш мучитель умрет. Ой, опять, короче, любители, да, дохлой лошади. Или, знаете, есть люди, которые являются для нас значимыми, да, а они говорят, типа, да что ты страдаешь фигнёй? И ты боишься реально себе признаться спустя какое-то время, да, что человек был прав, и ты страдаешь фигнёй, из-за того, что я говорил. Родители очень часто такую роль играют. Ну, что же, что-то у нас там с поворотами судьбы. Понятно, что мы боимся негативных изменений. Что на самом-то деле? Вообще, сама по себе ситуация, вот всё, что в вашей жизни сейчас будет происходить, это будет изменение точки сборки. Это будет изменение точки сборки, потому что будет ощущение, что то, что вы даёте людям, оно им как бы либо не нужно, либо, вот как я вам приводила пример, что это не совсем в коня корм, потому что либо как бы не ваша аудитория, либо это про то, что вам покажется, что вы в чём-то напрасно жертвовали. Смотрите, да, пятёрка жезлов. Для меня, честно говоря, пятёрка жезлов, несмотря на энергию конфликта, она всегда жертвенная карта. Жертвенная карта, потому что, ну, я не могу сказать, что здесь энергия повешена, там вообще же ничего не происходит. ты качаешься, да, на дубе том. А пятёрки жезлов, с одной стороны, энергии-то много, но оно же про то, что мы, по сути, как бы не можем разрешить себе эти изменения, да. Мы как бы, ну, по сути, вот эта вся как бы история, что мы очень боимся жить хорошо, мы боимся жить лучше, чем другие люди. Мы реально боимся быть лучше, да. Это вот, из серии, как-то приводила пример, когда делают комплимент, например, женщине по поводу платья, или она похудела, там, допустим, похудела на 5 килограмм, круто выглядит, и она так, ой, нет, нет, нет. Или вот я делала недавно комплимент подруге, она в циническом образе, в очень крутом, красивом платье, ну, просто потрясающе круто выглядит, как женщина, все время прям падает челюсть, потому что, ну, на самом деле, как бы, есть вот этот момент эстетики, и я его, как бы, замечаю в мужчинах и в женщинах. И она говорит, странно, что мне делает комплимент женщина, потому что, мужчина обычно не делает, хотя, ну, понятно, что мужчина, как вы видит ее там, привлекательная, может они просто боятся, да, вот, или может быть они там, я не знаю, почему не делают, правда, вот, я не знаю, почему женщине, женщине сложно сделать комплимент, что здесь такого. Это же, по сути, опять мы говорим про наши границы, мы опять на это все натыкаемся. Поэтому, если вам делают комплимент расскажите да я классный красивое платье да я класса потому что я реально поработал над образом да я это блин платье себе заказывала да я сделала там красивый макияж там подобрала обувь там полностью все да и мне как бы по сути да есть за что похвалить я знаю что я классно выгляжу да спасибо что вы как бы это замечаете тоже усилий определенный но нет мы почему-то начинаем до пытаться казаться меньше чем мы есть что с нами происходит если мы больше чем мы есть а мы тогда понимаем что если мы больше чем мы есть да если мы классные если открывается у нас ресурсы по магу по сути маг переворачивается сразу да мы что мы очень боимся внимания да мы очень боимся привлечения к себе внимание что происходит вам привлекаем звезда понятно нам кажется что у нас его заберут да и вы как бы очень боимся что сказка закончится условно поэтому как никак мы будем выходить из тени каким образом это будет происходить так ребят вам пора расти финансово это однозначный момент расти финансово поэтому покупайте себе курсы по финансовому планированию ну я просто адекватные ведьма поэтому я нейро я про перестройки как бы нейронной связи они правы ты чего там любушку потереть там живу всегда и как бы вам привалило там или мужчина начинает резко там оказывать внимание нет она конечно все это есть но опять же в результате работа над собой до в результате перестройки и как никак слушайте с одной стороны мы боимся потерять стабильность с другой стороны мы тем самым запрещаемся рост поэтому а ну послушайте что это определенно для вас напутствие да полюбите деньги сейчас мне скажите я люблю деньги нет мы боим боимся больших денег да но любим маленькие поэтому как бы по сути мы чего боимся боимся вот эту стабильность потерять какие-то маленькие да а крутой как бы поворот судьбы она понимаете про все-таки рост поэтому я говорю готовьте себя к финансовому росту а то вы понимаете начинается столько ресурсов столько шансов у них четверки кубков они страдать пошли господи да страдайте больше что же вы такие прям да потому что на самом деле вы больше надеетесь на других людей в частности на мужчин да и это перелом картины мира что здесь все-таки женщина может быть равным партнером а получается что заботится она сама должна себе такая история понятно да что а первом варианте я про финансовую грамотность потому что здесь ваш маг переворачивается потому что вы сами составите планки так двоечки я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами такое знаете сегодня просто прожарка короче прожарка ваших жизненных изменений да мне хотелось бы чтоб меня смотрела больше людей я делаю фиговую тучу бесплатного контента за которые там на западе платят огромные деньги это все прекрасно понимаю там ну ладно окей там данные миссии но вот всегда удивляет вообще люди которые теперь эти виртуальные лайки даже не ставят вот вот знаете как на самом деле я бы никогда их не просила если бы не были особенности площадки на которой я размещаюсь а я вы вынуждены играть по ее правилам поэтому если вы не ставите лайки как бы не подписывайтесь ну наверное где-то от вас убудет это не я говорю это закон такой ну что давайте мы посмотрим ваш энергетический потенциал сейчас на изменения всех напугала потенциал на изменения ну чё ребят давайте кто заказывал то камешек тиффани чтобы я вернула потенциал на изменения вообще как бы капризульки те кто выбирает второй вариант по большей части на есть потенциал на изменения это настолько картина масла что я даже ничего не хочу больше выкладывать сейчас расскажу вообще что вижу и почему я такая категоричная сегодня дам вот есть такое такой нас раздел терапии как арт терапия ну там допустим от нейрографика психология цвета и так далее все что связано с арт да все что связано с цветом и есть такая теория до любителей мятного камешка да это те люди которые очень любят подарки которые разбираются в этих подарках до которые могут сами себе делать спонтанные подарки как правило это еще женщины которые ждут подарков от кого а дед мороза и от мужчин частности на и который принимает как-то их прям благосклонные вот этого не затыка как бы просить пока на котором очень часто манипулирует различные эти женские тени куча на которых чисто манипулирует тогда смотрите какая интересная история вот камешка вы выбираете до салатами и здесь у нас привернута карта император опять же про изменения в жизни вы императора хотите до императора как деда мороза все-таки до который как бы одарит вас за что или это все-таки страх выйти из-под контроля уже имеющегося император но при том попытка его переделать теперь воспитать под себя потому что у нас конкуренция либо конкуренция с мужчиной либо конкуренция за мужчину сейчас я вам все про вас расскажу так давайте что у нас император перевернуты ясно потому что здесь женщина сильная сама по себе где женщина с непринятым мужским началом или концом или еще какой середины золотой потому что как никак а есть качество ну который бы они есть внутри на но при этом ощущение что это тебе очень сильно тормозит у короче это негативные ну как то мужской аспект перевернутые такие у нас королева жезлов ощущение все-таки что это про какой-то смену позиции смену ролей женщины которые доминируют которые хотят доминировать женщину которых не проработанная власть а если мужчины меня смотрят у меня ощущение что все-таки подсознательно вы хотите быть ведомыми до направляемыми женщиной и по сути вас больше ну как бы но не вдохновляет тогда когда нет ради кого что-то делать дантов зарабатывать деньги условно олег теньков говорил о том что сейчас информация для мужчин для женщин а то вы сейчас будете использовать не в том русле вот говоря о том что не хочет вести дело с теми кто не женат потому что ну видимо как бы по жене еще судят о надежности партнеров мужчин вот кстати вот в мужском мире такая история есть для очень часто кстати слышала а вот как раз когда был популярен мужской инфобизнеса серии там прорывный прорыв до успешный успех на что нужно было просто хочу бросали своих нормальных девочек ради девушек совсем другого архетипа до такого холодного типа чтобы женщина стимулировала их на зарабатывание день чтобы ей постоянно было мало то все это мужчина стимулирует потому что он чувствует героем себя да и вот этот архетип любовница условно я сейчас никого-то не запихиваю в эти все секты архетипы он для вас как знаете непостижим что ли сейчас посмотрю архетип любовницы это такая знаете женщина которая не думает вообще сколько мужчины не тратить деньги потому что знаю что он герой всегда заработает условно да даже если у него какой-то финансовый крах она наденет красивые туфли скажет милый там я в те верю пойдем ресторан у вас этого нет у вас этого нет как раз по причине того что здесь сложности либо самооценкой либо как бы вашем окружении просто таких нет ну короче вашем окружении ощущения что прям нет видимо этих императоров и королей ладно давайте энергетически чего там притягивает это сейчас в плане противоположного получен энергетически притягивает башня плохих парней или это про то что они абьюзера и короче а внутри маленькие цветочки сейчас посмотрю цветочки они там внутри или что или просто вы никого не хотите поешь не настолько задрали а потому что никто не соответствует вашим ожиданиям да да тут вот ощущение что вы можете либо в одиночестве быть ли мы постоянно попадать в треугольники до в тех кто вас просто размазывает тогда когда ты абсолютно это не ожидаешь хорошо это все ситуация какое потенциальное изменение она нам сейчас диктует мы очень боимся изменений тоже видимо как в первом варианте мы боимся потому что нам кажется что они неблагоприятные хочет а мне при может дышать не очень я бы конечно монар еще взяла удушение любите почему вас что вас душит так сильно потому что вот эта вся история то без земные отношения это не ну небезопасный партнер что за история то вы что мужчина как-то сказать будто вы провоцируете да на проявление какой-то агрессии по отношению к вам это в принципе а вполне закономерный факт может быть пассивная агрессия а потому что мы уходим в состоянии защиты как состояние троллинга либо просто вот потому что мы как будто не понимаем да что нашу пассивную агрессию как бы чувствует как конкуренцию да абсолютно не понимаем в это пентаклей понятно это что еще классить классический жанр когда мы туда ращиваем да непонятно что и зачем мы доращиваем да потом как бы остаемся у разбитого корыта потом остаемся разбитого корыта абсолютно без земные отношения в которых вам кажется что вы руководите на самом деле нет простите испортила праздник да испортила праздник в том что доращиваем хотим нормальных отношений да это по сути про использование хорошо и вот эта вот ситуация она к чему приводит так подождите это что это тайные отношения это документы о чем здесь жреца в общем смотрите я так понимаю что либо это одиночество либо абьюзивные отношения и вот эта вся история может привести к роману с женатым человеком или когда знаете можем встретиться на ретрограде ваша какая-нибудь первая любовь как-никак все равно к тому чего на самом деле хотели как определенным закрытию гештальта да да потому что заботы вы сильно не получаете а сами по сути как бы выставляйте свою заботу как манипуляцию с целью получить желаемое ну ладно такое тоже может быть а то есть посмотреть бессознательно что тут не ругай никого давайте перемены судьбы крутой поворот о чем у вас хоть у вас пока не за третий вариант у вас тут точно какие-то изменения давайте давайте так у вас есть энергии на изменения хоть у кого то есть энергии на изменения есть и нам сразу это показывает это резкое событие о чем слушайте тут ощущение что это либо про то что я психану пойду в терапию или там пойду как бы разобраться в себе там да не все же там терапия а вообще как бы сама по себе эта ситуация про хорошую реализацию про возможность по восьмерке меня монету есть нам открывается реально новые возможности они тут есть они тут на пороге стоят давайте я еще 8 почитаю как 8 недель у кого-то 8 месяцев кого-то 8 дней то есть вы можете там получить какое-то предложение например 8 и 9 перевернутые то еще такое ощущение что вы заставляет делать то что вы не хотите до перевернутые слушайте девятка кубков а нам говорит о том что ты подумай чуть на самом деле хочешь да кто ты на самом деле где себя хорошо где не очень потому что у меня ощущение что вот ваш перевернутый девятка кубков это про то что вы разучились что-то желать для себя да и вы как бы выпуск послушайте вы на самом деле в этом достаточно давно вы научились себе отказывать вас очень много накопленной агрессии внутри у вас много неоправданных ожиданий вы научились себе отказывать вот а те события которые будут происходить понимаете реально зависит от вас вы себе разрешите или вы себе откажете понятно это же наше любимое что касается давайте так у нас может король и он монет как фигура мужская да еще может быть как социум дальше как изменение судьбы здесь как бы такая ситуация что это связано еще с родителями возможно с пожилым похоже на деменцию кстати да похоже на впадание детства ну ладно как бы это это ожидаемые до процесса а дальше что касается как бы поворот судьбы который действительно если он там связан своей с вашей личной пятеркой земли да вот знаете как бы задаю же вопросы все почему от кто-то офигенный кто-то красивые классные но самооценка как будто вы знаете какая-то грязь из-под ногтей этот реально слушайте второй вариант потому что здесь вот самооценка прям кот наплакал сильно прямо плакал и понятно почему да потому что вот еще раз покажу происходящее потому что вот так вот потому что мы честно говоря прям привыкли себе запрещать вот он привернутый дьявол до девятка кубков то есть мы себе вот эту ситуацию прорабатываем либо через партнера который нам дофига всего запрещает ну понятно что мы себя на через него а либо это про запрет на ресурсных мужчин понимаете запрет на то чтобы действительно мужчина был ну для удовольствия условно то есть мужчина как функция это да как зеркало там как кошелек может быть как мотиватор как папа а мужчины просто для удовольствия нет и вполне возможно как бы понимаете что крутой поворот судьбы что вы как раз такого и встретить вас действительно сушки запрет на то чтобы мужчина счастье приносил там потому что вы посознательно ждете какой-то подвох хорошо учетом поворот судьбы ну давайте так а ощущение что все таки можем выйти из токсичных отношений кстати вот мужские фигуры это скорее всего столько мужских качеств не призваны смотрите на связь император из мужской фигуры вот у нас есть король мечей который токсичный засранец не представляете какой у нас есть вот король монет еще и смотрите сколько фигур тут вот реальная ситуация может быть связана с тем что с нашим токсичным партнером что-то может произойти либо все-таки это про ментальную историю о чем здесь десятка мечей да вообще короче вот эта вся история она абсолютно такая токсичная она про скорее всего понимаете вашу эту модель отношений токсичный мужчина токсичная женщина короче и абсолютно токсичное отсутствие развития вас реально кто-то страх прям здоровых отношений вот мне клиентка на личной консультации задавал вопрос а бывает как бы чтобы они здоровые были я прям честно говоря задумалась потому что ну шесть или семь разводов за этот вот вот у моих знакомых там друзей это наверное про то что разводы случается тогда когда мы перестали что-то терпеть и стали понимать что и мужчинам уже что-то лучше да и у нас тоже или тогда когда мы не справились мы тоже имеем на это право вообще теоретически конечно бывают здоровые отношения но никогда ты не знаешь что же там прячется под темной водой с одной стороны конечно вашего вот эта картинка она может быть создавал это вообще иллюзию до каких-то отношений что женщина нифига не делаю на мужчина там закрываете ее потребности а вся эта история как бы привела к тому что отношения по сути нет либо достаточно давно или очень боитесь ну а в одиночестве да потому что вас негативно установки вы как будто слушайте вот а вот эта старая модель семьи которая была она все для вас не работает вот пожалуйста ваш личный конфликт не озвученный до перевернутой императрицы я не знаю какой женщины как бы быть до чтобы у меня были нормальные отношения то есть я не знаю чем не делать подстраиваться не подстраиваться нужны мне это отношение не нужны да что я сама от себя хочу вот она прям такая потеряшка и потеряшка вот ровно такая же как в королеве земли да то есть она понимаешь что не великая миссия не там голубая кровь она такая классная ощущение что мужчина который рядом ее не тянет не ценит и где же мой идеальный принц где же чем-то кажется слушайте что вы сильные вы справитесь да поэтому как бы мне там а по сути чем не больше всех надо да отдам более слабым более стремным более страшным мы как будто очень боимся конкуренции мы как будто с детства очень боимся в нее вступать тебя потому что когда заведомо мы не победили или наоборот нам очень важно победить вот слушайте вот на самом деле мы прорабатываем вопросы конкуренции как только вы проработаете вот начнутся изменения в жизни ну что изменение то на существо есть шанс на это все я вам показала ту же слов но ощущение что мы опять все сливаем в конкуренцию крутой поворот судьбы королева монет паш монет знаете это очень похоже на вот такую мифическую сказку которая мне как бы хочется верить потому что я уже достаточно часто встречаю своей жизни ну там в жизнях окружающих людей то есть я не придумывая но для многих это реально кажется что мифическая сказка это тогда когда претендуешь соответствую но это не серии что женщина говорит что и внимание там нужно покупать за какое-то огромное количество денег потому что по сути на не гейши вряд ли там обученные сквину великому искусству там общение вот эта вот вся история претендуешь соответственно на самом деле что мы ну всегда по сути притягиваем по образу и подобию равных и вот поскольку у нас еще не выработалось вот это состояние что я равный чему-то большему да по сути как бы мы встречаем вот эти вот всех товарищей патрульки пентакли но у нас будет шанс на изменение но только здесь нужны вот эти карты хомячковость а немножко жадность немножко эгоизм немножко стервозность такая слушайте забота о собственном теле как-никак но только не серии что мы сушься идем с прозвала загоняем себя до последнего чтобы не потерять товарный вид потому что у меня ощущение что вы тут делаете что-то не то то есть вы заботитесь о своем теле потому что надо да но при этом это бы кайф не от этого всего не испытываете здесь больше идет знаете какой момент что мы должны позволять себе спектр эмоций больше по сути если здесь как бы не получается построить свою личную жизнь потому что вы очень многое утаиваете замалчиваете не говорите о том что на самом деле хотите не декларируете себя да тут не прописанный райдер как я люблю говорить короче вот кажется что мы вроде как провели работа над ошибками но а для одиноких так почитаю что что-то вы короче перекладывать из больной головы на здоровую по сути перевернутая четверка монет но как слышите на расширение неплохая достаточно карта она вообще как бы четверка монет это про то что я устал довольствоваться малым да но это как то что это как вы бегство по замкнутому кругу что мы никак не можем что-то у себя разрешить в голове это такая негативная установка ну а вот этот вот крутой поворот судьбы что должно произойти чтобы тоже у нас тут на нашей улице камаз пряниками перевернулся заметили что я перестала вам снимать какой мужчина на пороге потому что они одинаковые мне кричите мой бывший пришел хочу вы их это приваживаете только сцена самом деле страх то на серьезные отношения не кстати вашей жизни могут быть да знаете какой страх страх что мне не могут любить что-то им всем от меня надо или мне просто от них надо я не боюсь это озвучить да понятно слушайте короче ребят ощущение что мы как будто сами закрываем для себя счастливые отношения и вот крутой поворот судьбы это все-таки про знакомство с кем-то нормальным адаковатным с кем можно все это построить так как вы хотите да но при этом слушайте ощущение что вы как будто сфокусировались конкретно на те кто вам не подходит вот как то так я бы конечно хотела сказать вам больше общайтесь там встречайтесь потому что это абсолютно такая неожиданная история может произойти но сейчас не скажете там пандемия никто как бы никуда не ходит и как бы они обститесь и ну по сути как бы да я согласна но я не замуж что интернет общение никто не отменял чем могу сделать если бы я могла вот так вот просто взять как бы и отменить пандемии об это сделал уже достаточно давно как бы бесплатно потому что слишком уж я очень страдаю как вы не знаю как вы от пандемии очень страдаю вообще во всех отношениях этой болячки это и закрытые границы это и там близкие за которых ты переживаешь потому что они возрастные я раньше вообще очень хочу чтобы нам все это закончилось ну поэтому просто мне очень странно когда пишите такие комментарии серии а чё я куда пойду потому что пандемия я ничего не могу сказать сделать ребят я не могу ее отменить но как-никак расклад общий я всегда стараюсь для вас вытащить варианты а то что вы сидите в четверке кубков мне это не подходит мне это не подходит нет ножек нет мультиков все ушло троечка я вас приветствую снова с вами пассивно-агрессивная мира ведьма сегодня особенно потому что тема у нас про поворот судьбы а мы эти повороты судьбы всячески просто саботируем я уже просто гипнотизирует пространство чтобы я что-то кому-то прям значимое вытащила это глобальные события но мы так боимся вообще поворотов что предпочитаем чтобы ничего не поворачивалось давайте наш потенциал сейчас на изменение наш потенциал на изменение так они все уже пришли в вашу жизнь как все-таки эстетически красиво смотрится вот этот вот черепаховый камешек и вот этот прекрасная карта башни все башня я вас поздравляю мои прекрасные принцессы не дождались вы своих драконов если вы тот час в эти драконов не обратитесь вам башня ну все она уже пришла опять ощущение что наши эти опоры на отстроены на себя рушатся сейчас посмотрю о каких сфер касается ну и честно говоря прям искренне рада когда вы перестали бояться эту башню неприятность это мы переживем вообще слушайте если мы возьмем первоисточники то ну не факт что те старшие арканы вот как мы знаем да от первого там до словно 21 аркана так они были обозначены потому что ощущение ну да что ощущение есть такие на теории что в типографии могли просто смешать эти все картинки не за плохого качества печати что-то могли перепутать и по сути как бы башни она должна являться уже неким финалом да она должна являться как бы неким подведением пути итогов до своего рода да это башни взяли сейчас мы экзамен посмотрим на самом деле чё там из башки происходит с нашей башни крыши рвет кого-то вы помните я говорила о том что по сути может быть молния в башню не попала бы да если бы мы не забыли поставить громад вот то есть возможно эту башню можно было спасти так интересно еще что вчера в дом в то место где я снимаю расклады прям молния попала это что же знак наверно да кто это ладно давайте какие сферы касается башни ладно и к чему приводит это все я так хочу сказать давайте так а ощущение что очень сильно выгорели потому что я могу все таки по королеве монет читать что-то могут проблемы где-то на уровне тела да это какие-то внутренние болячка воспаления кстати могут быть но это все с точки зрения психосоматики это все лечится потому что все таки ощущение да что мы ушли в какое-то внутреннее состояние конфликт этот конфликт начинает просто нас разрушать изнутри такая депрессивная до четверка кубков пятерка жезлов хорошо понятно что у нас тут по пятерка жезлов конфликт одна сторона нас четверка кубков потому что мы что-то задолбались видимо да там уж тащить что-то делать это эмоциональное выгорание по сути да такая немножко эмоциональная депривация когда хочется всех спрятаться и смыться а с другой стороны слушайте а вам иногда хочется заболеть чтобы вам дали выходной я ничего не хочу потому что его стало все на себе тащить вот она ваша башня вот он десятка жезл вот если вы не прекратите вы реально прям себя поместите состояние когда он крайне сложно помочь потому что ну как будто вас рисун ресурсов же сильно нет давайте а почему кстати у нас десятка жезл что же мы такое тащим на себе расскажите мне партнеры что ли тащить или вам кажется что это правильно что это нужно что это моя миссия но если на самом деле вам кажется что это правильно и нужно я повешенного сейчас на вас вытащу вам хочется верить что то что вы делаете это правильно вам хочется верить что в это делаете для себя вам реально хочется верить в лучшее потому что ваша личная а пятерка кубков затянулась вы либо боитесь одиночества да либо боитесь а быть там неправильно поняты например на или не найти себя там в этом мире а у тебя может быть состояние какой-то внутреннего отшельничества вы вот это очень боитесь вот она просто неприязнь как бы непонимание да вот этой нашей пятерки кубков мы не хотим осознавать поэтому она семерки мечей да поэтому вот это вот ощущение подвоха какого-то внутреннего странная конечно история с вашим партнерством потому что здесь буйным цветом цветет конкуренция но конкуренция не осознаваемая как будто слушайте вы прям извиняете за то что можете быть лучше и успешнее где-то зарабатывать больше денег да и собственно как-то жить лучше чем по сути другие вообще вот эта картина очень похоже на то что вы как будто вот изменяете что у вас может быть что-то проще проще чем в роду проще чем у близких проще чем там у друзей и подруг и такое ощущение что когда у вас все хорошо все равно себе драму создадите хорошо давайте так зачем вам башни зачем вам башни у вас включилась деструктивная программа да ведь перевернутая карта смерти ощущение что какой-то к слушайте как завершение цикла который вы не принимаете вот эта деструктивная программа по карте смерти она о чем а вас как будто слушайте нет выхода в этот выход пытаетесь найти да для того чтобы пришло новое вам нужно закончить со старым а в старом очень много дел вы пытаетесь слушать и сбежать в новое но вы как будто вот не верите что она может быть вашей жизни понимаете все равно тащите туда свое прошлое давайте так с чем нужно расстаться все можно слушать вот смотрите двойка мечи перевернутые можно ну давайте с чем расстаемся то со своими страхами а со своими иллюзиями ничего относительно чего нас луна-то луна четверка монет перевернутые ну все таки наверное это под но это как потенциальное выражение своих чувств эмоций а это про то что а почему я не разрешаю себе лучшую жизнь почему не разрешаю себе зарабатывать больше денег а я не понимаю как бы в чем причина того что вот у меня десятка жезлов до условно и теперь скорее всего мы понимаем что по сути даже если мы зарабатываем больше денег мы их на себя не тратим мы не тратим их на рост там ну да на что же мы давайте так на что же мы тратим те деньги которые зарабатываем то есть мы здесь где-то разобрались но самую по себе ситуацию отпустить не можем ну явно не на себя да то есть на самом деле всегда находятся те кому важнее чем нам да и мы как бы в этой ситуации просто ощущение что нет ценности абсолютно нет ценности и почему еще почитала все-таки что-то зарабатывание денег но как-никак мазь пентакли либо вы реально оказываетесь вот в этом состоянии треугольника состояние может быть обид сейчас я посмотрю есть 3 фигура в отношениях или что-то еще у нас опять пошел запрет на получение радости а почему вам кажется что вы не приносите радость почему вам кажется что с вами просто так не может быть хорошо например а как с вами расскажите мне вот такое ощущение что я какая-то не такая да ну то есть это нас путает наша луна это мы что-то накрутили это наши негативные реальные установки я когда не такая а потому что ну со мной либо кто-то несчастлив либо не растет либо я тут четко это перекрывая ведьма прости господи в пятом поколении и вот это вот вся история она как бы отходит или мне там дороги перекрыли например часто это скажет аня на чистку сходила сейчас посмотрю вообще на самом деле вот луна она вас была заряжена слушать и сейчас начинается изменения то есть мы прям сильно очень были под властью этой луны чистка какая-то произошла свою темнице карме понятно то есть как вы смотрите вот эти вот рекорды которые нам показывают что мы сами себя на груди да вот нам действительно как бы казалось что чтобы мы не делали до ситуация возвращается на круги своя потому что прости господи карма до карта темнице бишь у меня связаны руки какой-то либо я там должна постоянно терпеть этот абьюз да или я там недостаточно хороша для чего-то благо что карта бездействия переворачивается потому что скорее всего здесь в этом больше нет никого энергетического заряда все хорош себе этим кормить этой фигней короче какие изменения у нас приходят вот смотрите вот эта карта на классно потому что мы включаем голову наконец-то земля заземление материалка наследство квартира какие-то проекты мы четко стоим на земле да и без вот этой своей жертвенности когда нам кажется что вот это все как бы бегство по кругу это ни к чему не приведет у меня связаны руки его смотрите сколько она все-таки ограничивающих картиш говорила кстати по на одном из расклада что третий вариант чтобы как будто в эту жизнь в этот мир несете запреты да что-то мир отвечает вам чем америка будто не дает вам денег на осуществление свои желания или перестала мы давать сейчас вопрос карта расхода разбитого сердца то есть или мы постоянно платим 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 и человек кармические должники да то есть на самом деле это просто такая негативная установка просто ребят а если мир вам даст деньги на ваше желание не факт что вы их потратите на желание потому что вам нужно слишком много дыры затыкать на другие нужнее чем вам слушать другие нужнее банком там важнее да там с ипотеками с кредитами там обе папе нужнее да там детям нужнее мужику вашим нужен всем нужнее вам не надо понимаете в этом чем бесплатно можете раздать ну что изменения выскать это в жизни да в этот будете скорее всего лежать на дне и скажите да коли крикните да слушайте вот на самом деле ощущение какого-то внутреннего эгоизма да она будет вот скорее всего вы тут немножко поднимите самооценку но это какой-то временный эффект это очень часто напоминает не знаю частью какие-то корпоратива где там красивая накрашенная да там в красивом платье вам оказывают комплименты дома вы их как бы сильно не видите ощущение что это может быть какая-то поездка да потому что восьмерка кубков подразумевает не уныние это вот эта вот история она может конечно совокупности там с картами вашем случае кстати может быть а некий момент перезагрузки но опять же перевернутая карта солнца перевернутая карта солнце вот в совокупности говорит о том что вы на самом деле запрещаете себе радость получать а другой то страны вы очень боитесь чего эгоизма на собственно солнце мир да здесь на самом деле мы очень боимся внимания по отношению к себе да мы как бы него есть уже ни в коем случае вот это вот все ситуации которые происходят она про то что вас заставляют делать то что вы не хотите вы так да ладно все и вы на самом деле вот настолько устали это делает что вы просто максимально себе будете выключать вот эти вот резкие повороты о вашей судьбе это про то что вам станет легче после того как вы максимально окажетесь на самом дне все это к слушайте как завершение цикла ведь карта мира получается до десятка мячейки и пошли мы такие к духовности кстати вот эта карта вот тоже про развод может говорить это сочетание верховная жрица слушайте это все-таки какая-то тайная дорога вот так вот Что случится неожиданно, да? Тут на самом деле прям слушайте-ка такой крутой поворот судьбы, который изначально будет через какое-то очень мощное потрясение. Но это потрясение, оно послушайте, оно вам как бы необходимо. Может быть, это какая-то тайная встреча. Может быть, это какая-то тайная связь. И у меня ощущение, что какой-то человек из вашего прошлого возвращается тайно. Зачем? Слушайте, короче, либо это тайное отношение, либо все-таки это вопрос, который связан с законом. Знаете, как пресечение незаконной деятельности, например, да? Или попасть в разработку закон. Закон. Ну да, вот все-таки, как бы вот эта ситуация, она больше мне напоминает. Слушайте, сколько ограничений, как-никак. Тут нас на самом деле о чем-то предупреждает. Короче, смотрите, здесь какая интересная история. Ощущение вообще, что нам прям могут очень сильно перекрыть кислород. Но не перекрыть кислород с точки зрения там что-то магии, крадников, нет. А вот что-то происходит, смотрите, с точки зрения закона. И что действительно как-то пошатнет ваше положение. Увольнение, развод, может быть, могут там прикрыть как бы вашу деятельность. И тут как бы такая история, что придется отстаивать свое. Вот смотрите, если сама по себе ситуация касается бракоразводных процессов, позаботьтесь о хорошем адвокате. Да, может быть, как бы это как-то финансово накладно. Но вам это надо, чтобы вы просто ни с чем не остались. Тут как бы вот такая вот ситуация, что вам кажется, что это все решится мирным путем. Нифига на самом деле не решится. При этом достаточно давно уже, будто было очевидно и понятно. Вот. А дальше вы можете там обнаружить, например, про какую-то тайную... Ну, вот смотрите, не то что тайная дорога, да. Это же еще тайные документы. Это тайная недвижимость. Это куда утекают ваши деньги, условно. И здесь как бы такая ситуация, что вам придется, ну, все брать в свои руки. Все брать в свои руки, да. Да, допустим, например, там после, там, как-то сказать, вот выдвинули вас на новую там должность, да. Там после смерти, например, там папы, который фирму там возглавлял, да. Или муж, или еще какая ситуация, или он там у студии, там другой женщине, условно. И как-никогда вам придется стать вот этой леди-босс. Все. И как бы это самые важные моменты, про которые нам и говорит как бы третий вариант. Да, нам придется это делать, даже если нам не хочется. Вот эта вот ситуация мне еще интересна. Как-то с машиной связана, с недвижкой, с машиной. Ну, поскольку как бы колода практичная, я уже буду говорить, да, чего это все касается. Хорошо. Давайте так. А положительные какие-то моменты в этом всем какие? Слушайте, ну опять же, положительные моменты, во-первых, это ваша свобода, при этом это еще ваша внутренняя свобода, это очень важно, да. Вы, получается, освобождаетесь от давления какого-то человека. Потому что на вас очень сильно давит. Давайте так. Я могу сказать, что ощущение, что вас юридически могут обмануть. Вот почему я еще сказала, да, что этот вопрос с адвокатом, он должен быть очень важным. Ощущение, что действительно там за спиной что-то может как-то плестись, какие-то определенные интриги, к которым вы, может быть, будете не готовы. Сказать, как бы, что это крутой поворот судьбы? Да, абсолютно, потому что это у вас прям выбит из колеи, да, и как бы вот, табуреточку, да, понимаете, из-под ног. Вот это двойка монет, она о чем? Потому что посмотрите, как все-таки нам придется держать равновесие, придется держать удар. Ясно. Короче, слушайте, вот ощущение, что мы отражаем один удар за другим. Какого-то очень сильного, какой-то токсичного персонажа. Неважно, мужчина, женщина, потому что я уж не буду читать здесь мужчина-женщина, но это прям какой-то токс, да, это вот ощущение, что вот как будто человек делает все, чтобы вас наказать. Чего там финансы сильно пострадают? Вы знаете, так, у меня ощущение, что вы реально можете намного больше, чем вот без вот этих вот всех там спрутов, которые навалились на вас сверху. Но пока это непонятно, да? Пока здесь на самом деле придется принимать решение, потому что, не дай бог, долги. Понимаете? Не дай бог, как бы вам придется выплачивать долги. Я уж надеюсь, ваши ничьи кредиты не выплачиваете. Выйдите победителем из всей этой ситуации. Да, вам прям, слушайте, действительно придется, как это сказать, вот у вас будет, вот ваше колесо фортуны, вам придется защищать, послушайте. Да, вам реально придется защищать свои границы, да, возможность свою там остаться, как бы здесь, да, придется защищать. Ну, такое ощущение, что вы предотвратите вот эту всю историю, этот подкоп, понимаете, под ваши ресурсы. Слушайте, здесь как бы такая ситуация же еще может быть, что другая женщина может вмешаться в отношения. Или ее позиции, например, вы знаете, что она есть, да, а ее позиции просто будут укрепляться для вашего тут мужчины. И как-никак вы мне сейчас скажете, вот, а если ребенок, да, то есть сама по себе как бы ситуация повешена, она говорит о том, вот, а если наш брак держится только условно на ребенке. Такое-то может быть, детская энергия очень сильная. Вы боитесь, что она алимента, например, да, не будет платить, что вы не дождетесь должного содержания. Я так хочу сказать, слушайте, давайте все-таки не бояться быть умнее, да, потому что, с одной стороны, розовые очки, это, конечно, прикольно, но в этой ситуации они вам точно не нужны. Подстилайте себе соломку, потому что это очень важно. Потому что здесь ощущение, что у какого-то человека над вами слишком много власти. И он не потеряет эту власть. Ну, то есть, если вы сами просто не сбежите, видимо, из своей башни. Я говорю, что я люблю эту колоду, она абсолютно практичная. Да, она просто нас предупреждает, чтобы мы абсолютно осознанно, где-то даже цинично и где-то, может быть, эгоистично, ну, по крайней мере, трезво относились к своей жизни. Поэтому, да, я сделала для вас такой абсолютно практический расклад, который больше, наверное, похож на тару-терапию, да, чтобы вы просто понимали, ну, к чему вообще сейчас пришла ваша жизнь. Это прям такая тотальная позиция жертвы. Тотальная позиция. Нет, я вас как бы не обвиняю, просто конститация факта. Когда вот мы, вы условно там свою жизнь, да, передаете, но в руки другого человека. Он ее руководит, дергает вас там за ниточки. И вот просто, чтобы вы резко не возрослели, когда этот человек просто условно обделается, да, а вам придется это все потом брать на себя, да, нужно как-то изначально просто вернуть себе свое, да, как бы отдать его ему. Это очень как бы важные моменты, вот. И не пытайтесь как бы бороться не за свое, потому что это просто трата времени. Крутой, да, поворот судьбы действительно может быть про то, что вам придется удерживать позиции своего словного колеса фортуны. Если удержите, да, это как бы ваше личное колесо фортуны. Оно пока не ваше личное, оно пока на чем-то держится. Явно не на ваших желаниях, не на вашей жизни, не на ваших убеждениях, понимаете? Поэтому башня. Поэтому колесо, видимо, придется отстраивать заново, да, укрепить ему спицы, остров. И вот тогда все будет хорошо, и тогда на самом деле есть шанс избежать вот этих всех потрясений, да. Тогда вот у нас король мечей говорит о том, что этого может не случиться, вас не коснуться, или, по крайней мере, наш меч не будет таким острым, не будет так больно бить. По самолюбию, кстати, бить по самолюбию. Потому что здесь на самом деле как бы урок на самолюбие, которого, как вам кажется, у вас очень много, а на самом деле у вас его прям практически нет. Потому что эти персонажи, которые находятся в вашем окружении, они просто зеркалят о том, что вам почему-то кажется, что самолюбие это плохо. Гордыня там какая-то, еще что-то. Нет, ну, самолюбие это просто про то, что я четко как бы определяю границы по отношению к себе, кто я в этой жизни. Все, с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok